Точно! Не бойся сейчас стоять за дверью, подглядывать в замочную скважину и давиться от смеха. Тогда давай покажем им то, чего они точно ожидать не будут. Ну что, покажем им наш поцелуй? С удовольствием. Это Кул Кидз. Крутые детки. Привет! Меня зовут Лиза и я из команды Крутых Деток. Кул Кидз это первый детский художественный ютуб сериал, где сценарий пишут сами зрители и подписчики. Но так как ютуб закрыл все комментарии на детских каналах, мы ждем вашей истории в комментах в приложении лайки. Ссылочка на наш аккаунт будет в описании. Ставь лайк, подписывайся на все каналы Крутых Деток, обязательно загляни в наш инстаграм и увидимся в будущем! Вот Макс уже не придет никогда. Его пригласили играть за команду другого города. Они переезжают. Капец! Катя же с ума сойдет. У них же была такая хорошая пара. Вообще, что я на этом Максе зациклилась? Мы уже две недели не общаемся. Как думаешь, может мне внимание на других мальчиков обратить? Вирджик, Альграф симпатичный, да? Катя, ты что, надумала в Эльграфа влюбиться? Ну вот что ты сразу начинаешь? Ничего я не надумала. Просто обратила внимание, что он приятный парень. Ну что, начинаем. Мы вас очень любим! Мы вас очень любим! Ну что, Владыка Вальдемар и магистр Виолетта, вам понравился мой подарочек на Новый год? О, да! Мы включили поле влюбленности и заставили детей в новом детском доме нас полюбить. Да, но почему-то магические способности к нам после этого не вернулись. Наверное, этот вонючий Дед Мороз, который лишил нас волшебства, понял, что дети вас полюбили не просто так, а под воздействием технологий из будущего. А может быть надо, чтобы нас все полюбили? И дети в старом детском доме, и эти гнусные собаки-бандиты Бублик, и этот противный седьмой. Если мы будем так рассуждать и обзывать их нехорошими словами, они нас точно не полюбят. А еще я уверена, что Дед Мороз за нами наблюдает. Так что, нам реально нужно будет себя хорошо вести и не пользоваться генератором полей из будущего? Это будет очень скучно, а без магии так вы ощпеет. Владыка Бальдема, а я уверена, что седьмой А нас сможет полюбить без всякой магии и технологий ФСВ. Но как? Как-как? Для этого надо быть просто хорошими учителями. В таком случае, если вам не нужен генератор полей, отдайте его мне. Бери, конечно. Отныне мы добрые учителя, так что, пожалуйста, не используй его. А еще лучше спрячь его куда-нибудь от греха подальше. Не беспокойтесь, спрячу. Ну вот и отлично. Ну что, Бальдемар Юрьевич, пойдемте учить детей? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ребят, а кто как каникулы провел? Я вот уезжала в другой город. А я была в Москве, и там на местной горке попробовала встать на горные лыжи. О, наш человек. Да, Тимофей. Так что теперь не только ты один можешь гонять на своих горных лыжах, но и Ксюша тоже. Вообще-то, Полина, мой Тимофей может не только на горных лыжах гонять, но и на коньках. А мой Данила круче катает на коньках, потому что он нападающий, а Тимоша защитник. Вообще-то, наша команда одинаково катается на коньках. А еще на каникулах мы выиграли выездной турнир. Да вы вообще красавцы. Мы у меня дома с Катей, ой, с котом, прямую трансляцию смотрели. В смысле с котом? Тебя же не было, кота. И что, твоего кота зовут Катя? Да, у меня теперь есть кот, его зовут Катя. Вот прикол. Это он что, кота в честь тебя назвал? Ой, Вирджик, я не знаю, кого он там, в честь кого он назвал. Отстань. Ну-ка, ну-ка. Это что, реально то, о чем я думала? Ты что, у него дома была? Вирджини, я говорю тебе, отстань. Офигеть. Не дай бог кому-нибудь расскажешь. Ну так что у тебя, с Полиной получается? Да блин, я уже и записку написал, а что делать дальше, не знаю. Надо быть настойчивее. А я вот сегодня Катю в кафе собираюсь пригласить. Она же тебе уже раз в двадцать отказала. Об этом весь класс знает. А я все равно буду продолжать. Я настойчивый. А мне кажется, что надоедливый. Ну так что, ты выяснила, кто тебе записку писал? А мне в принципе пофиг. Мне никто, кроме Тимофея, не интересен. Опять двадцать пять? Да забудь ты его. Я однолюб, как и ты. Вот ты своего, Егора, забыла. Но вообще-то нет. Вот и я такая же. Только теперь из-за вашего Деда Мороза я даже любовной зелени смогу сварить. И Тимофея привражите. Не могу. Я тебе давно говорила завязывать с темной магией. Просто Дедушка Мороз решил этот вопрос кардинально. Здравствуйте, Сиди Мороза. Здравствуйте, Виолетта Борисовна. Здравствуйте, Вальдемар Юрьевич. Садитесь. Ребята, а сегодня мы с вами изучим несколько физических явлений. Первое из них называется «Горящая рука». Стоп, опять магия? Никакой магии. Исключительно наука. Чтобы поджечь руку, берем жидкое мыло. Наливаем его в водичку. Как будто червяки. Размешивайте, Юрий. Спать. Добавляем в воду газы. Газы. Повторяем. А можно я попробую? Конечно, Велия, это Борисовна. А можно потом я? Навыдя на туру. Много взяла. Выше подними, чтобы опустить. Скажешь, Юрчик, когда готов. Главное, что волосы не сгорели. Так, волосы. Главное? Мы будем вот отсюда. Берем, 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 берем. Насыпаем, насыпаем. Это песок? Это песок. Это песок. О, песок. О, песок. Что такое подсказывает? Хороший. Буф! Четыре. 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 Это споры одного из растений. Они очень мелкие и сухие. И когда их выдуваешь и подносишь к ним огонь, получается вот эта вспышка. Вау! Ну надо же, самые злые темные маги испугались Теда Мороза и решили стать добренькими. Думает, она вернет темную магию. Ага, а если вернет магию, то белую. И станут они белыми магами. Ах, неужели у них не хватает мозгов этого понять? Поэтому надо брать все в свои руки. А в моих руках генератор полей. Так, начнем как всегда. С поля влюбленности. Ну что, поехали? Ребята, урок окончен. Надеюсь, он вам понравился. И вы поняли, что мы хорошие учителя, которых надо любить. Сегодня вы хорошо поработали на уроке, поэтому по всем предметам ставлю вам пятерки. Слушай, их реально как будто подменили. И на колонии орут. Уроки интересные. И пятерки всем поставили. В общем, идите по домам и набирайте сил перед завтрашним днем. Так, кто у нас сегодня дежурный? Катя и Эльграф? Ребята, протрите доску, поднимите стулья на парты, а все остальные свободны. Пойдемте, Бальдамар Юрьевич. Пойдемте, Ленка, это Борисовна. Вы сегодня вечером что, Стимоша, будете делать? На каток пойдем, мне Тимофей сообщение с фоткой двух билетов на каток прислал. Лина, у меня есть два билета на каток, пойдешь со мной? Конечно, пойду. Я не пойму, что ты тогда не радуешься? Ура, меня Тимоша на каток пригласил. Ну что, пойдем? Пойдем, конечно. Это что сейчас было? Бедная Вирджиния, если бы меня вот так на глазах у всего класса бросили, я не знаю, что бы со мной было. Юра, может, хватит скрывать? Может, уже всем расскажу? Конечно, любимая. Пока неудачница. Что происходит? Данила, наша встреча была ошибкой. Лиза, молодец, любимая, наконец-то ты его бросила. Да не говори, давно пора было. А мне вообще пофиг, я давно Ксюшу люблю. Как и я тебя, пошли гулять. И что я в этой Катьке нашел, когда со мной учится самая клевая девочка в мире? Это ты про меня? А ты мне сразу понравился. Пойдешь со мной в кино? Ну, конечно, пойдем. Кать, это что сейчас с ними было? Судя по тому, что мы с тобой остались парой, это не магия. И не поле влюбленности. Иначе бы меня в кого-нибудь влюбили. Получается, они решили нас так пранкануть? Но они же ничего про нас не знают. Точно? Не бойся сейчас стоять за дверью, подглядывать в замочную скважину и давиться от смеха. Тогда давай покажем им то, чего они точно ожидать не будут. Отлично. А кстати, почему я не использую генератор по его прямому назначению, как машину времени? Ведь я могу достать любого человека из прошлого. Ну что, покажем им наш поцелуй? С удовольствием. Маш! Ну здравствуй, Катенька. 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 Субтитры сделал DimaTorzok